Друзья, советую обратить ваше внимание на канал Ивана Кузьминова. Он грамотно и интересно рассказывает о спорте, мотивации, бизнесе, путешествиях и правильном питании. Канал Ивана Кузьминова. Рекомендовано к подписке. Всем привет, друзья! Это новая серия с моим Мерсом. Уже сижу внутри. И знаете, что? Вчера я такой завожу утром машину, а она что-то заводится, наверное, только с пятой секунды, там, может, с шестой секунды. То есть такая дру-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, оказывается, скорее всего, сел аккумулятор, не знаю. Давайте сейчас проверим, как это будет. Ну-ка. Видали? Завелась только, наверное, с четвертой, с пятой секунды. Видимо, аккумулятор вздыхает. И еще какая-то лажа. Просто стоишь, да, нормально, на месте стоишь, не двигаешься, а расход топлива почему-то повышается. Видите? Восемь. Восемь-один. Восемь-один. Че за бред? Короче, он повышается и повышается. Тупо стою на месте. Че за бред вообще не понимаю? Короче, сегодня нужно будет сделать несколько вещей. Сейчас я съезжу за паспортом. За тех паспортом нужно забрать его, потому что мы оформили, а я паспорт еще не взял. Вот. Потом нужно страховку переоформить на себя. Также заехать там в разные компании, поузнавать, кто что делает, тонировку и так далее. Может быть, по бартеру кто-то согласится, не знаю. У нас в Эстонии это все блогерство не так развито, и люди просто не знают, что это такое бартер, блин. Кстати, уже 9 литров. Ребят, параллельно я, короче, хочу сделать подтягивания с 24 килограммами, потому что я уже полтора месяца не делал эти подтягивания. И думаю, что силовые упали. Сейчас я вешу 65 килограмм. Мне нужно сделать уже не 16 повторений, а 15. А до этого я раза 4-5 уже мастера спорта брал. Поэтому давайте проверим, будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Я сделал, ребят, короче, с 65 килограммами, собственно. Местный вес больше, чем тело, с 70. Только что был. И полтора месяца не тренил. Поэтому, ребят, мораль всей басни такова. Если вы хотите, чтобы ваши силовые поднялись, лягте в больницу, посрите по носам, поблюйте, ешьте пельмени, слейте 5 килограммов, и ваши силовые вырастут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, во всех сервисах такие грубые мастера, это просто капец. У них что не спросишь, они так отвечают тебе, как будто, не знаю, как будто ты говно какое-то. Вообще дичь. Все, техпаспорт я получил, теперь надо заехать в страховку оформить. Вы работаете как-то официально? Пока что на бирже. Официально нет. Потому что когда у вас в телефон, именно мобильный банк, там приложение открывает и жилье. Приколитесь, страховка мне вышла в 34 евро, блин. Кстати, вот по тачке у меня тут написаны дела, которые нужно сделать, те работы, которые нужно сделать. В них входят ремень, генератор, аккумулятор, тонировка, поменять масло, чип мотора, убрать ржавчину, прикрепить крышку там сзади, короче, немножко отвалилась. Вот. И если не найдутся, короче, люди, которые, компании, которые захотят по бартеру что-то сделать, это очень большие бабки, блин. Сейчас попробует Женек, сколько он сделает. Я думаю, где-то раз... 5! Раз 13 будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Причем сильно, да? С турбина. С турбина, да? Да, с турбина. Так-то сверху вроде все чистенько, нормально. А вот внизу масло, конечно, есть. А сверху откуда масло-то взял? Не, ну бывает между этими прокладками. Какое черное масло, смотрите, ребят, прям просто дичь. Сейчас поменяем его. В этом моторе получается около 7 литров, поэтому еще доливаем. Сколько? Литр или полтора? Как у меня, наверное, тоже, да? Где-то 6,5. Давай. Есть какой-то звук, да? Звук-то есть. Да, это подшипно. Нормально? Ильюха, короче, какое состояние вообще у машины? Нормальное, нет? Нормальное. То есть все готово, там ничего не ломается, все хорошо, да? Нет, все ломается. Все ломается? Уже? Нет, на данный момент как оно? На данный момент подъездка в порядке. Что вообще нужно чинить тут? Что подделать нужно? Красить по низам. Только покрасить пока что? Пока только. Ну что, друзья, как вы слышали, Ильюха сказал, что, в принципе, машина в хорошем состоянии. Даже этот ремень менять не надо. Видимо, подшипники там посвистывают. Он сказал, у него абсолютно такая же машина. И абсолютно так же свистят эти подшипники. То есть ничего критического там нет. То есть это нормально. Сказал, нужно будет убирать ржавчину, потому что машинка начинает свистить там понемногу. Вот, что сегодня сделали? Сегодня поменяли масло, проверили подвеску. Все хорошо теперь. Теперь немного, конечно, подтекает там масло, но это из-за турбины. Из-за турбины что-то подтекает. Я не особо шарю в этом. Вот. И так же я купил аккумулятор. Аккумулятор стоит 90 евро, а работа вот вместе с заменой масла обошлась 85 евро. То есть практически 200 евро я уже просто отлюнявил. И еще у нас куча работ тут будет очень много денег потрачено. Субтитры сделал DimaTorzok